ребят здорово всем смотрите какая красота знаменитая кукурузина которая в новый год маскируется под елку вот и мой блестящий таз который стоит рядом вот и хочу выразить в этом видео прежде чем рассказывать вам дальнейшую информацию как бы вы поймете почему я с этого начал потому что мы к этому подойдем дальше я хочу передать большой привет миру махмудову с автоклиники автомойки который находится на школьной 85 вот амир тебе большой привет тебя с новым годом ты самый охрененный колдун по помывке автомобилей и ты делаешь свою работу хорошо а значит вопрос времени когда у тебя в жизни все будет хорошо но это мое мнение если сильно постараться к чему этот видос значит смотрите парни сегодня меня поздравил с новым годом с наступающим никто жени адвокат который меня так записан не будем называть его фамилии то есть это товарищ из самары такой уже намного станут такой значительно старше меня хотя вообще чуть я говорю не сильно старше меня а то увидится увидит обидится вот и он мне поздравил меня с новым годом и написал что я помню как ты у меня работал дед морозом то есть да было такое время если вы еще не знаете что когда-то давно я три года подряд работал дед морозом то есть первый год получился случайно а второй третий уже как-то так что эти же клиенты звали и другие были я сидел совершенно без копейки денег у меня была тогда жигули десятка старая раздолбанная и она была застывшая в мороз она просто не заводилась было там недели три до нового года я понял что как бы мне еще жрать буквально то есть была такая история я на тот момент где-то там менял работы очень была сложная жизненная ситуация с точки зрения денег и как бы женщина с которой тогда встречался она предложила мне они поработали мне дед морозом с этого все началось и в общем сегодня женя поздравляю меня с новым годом с наступающим жене я тебя тоже поздравляю от души он вспомнил что я работал дед морозом приходил к нему со снегуркой я еще помню тот прикол когда мы пришли со снегурочка она была на каблуках и женского вов скажи чтобы она сняла эти каблуки у меня паркет дорогой вот такой прикол и к чему это ребят что в жизни все может очень сильно поменяться если очень сильно этого захотеть но тут есть важный момент чтобы тогда должны делать принципиально другие действия то есть вы должны выйти из зоны комфорта выйти своего привычного из того что вы делали всегда потому что но не получится получить другой результат если вы делаете те же самые принципиально те же самые действия вот и для этого нужно делать что-то другое что-то по-другому или как-то иначе то что вы делаете сейчас как-то с другого угла, вот, и к чему я, собственно, это, я еще раз хочу передать привет Амиру, потому что для него я хочу это видео посвятить, и для всех ребят, которые сейчас работают на простой работе, кто-то на стройке, кто-то в автомойке, кто-то там грузчиком, кто-то продавцом, не знаю, кто-то в автосервисе, то есть я сам все это видел, я работал на стройках, и там со мной вместе работали ребята с Узбекистана, ребята с Таджикистана, ну и там, не знаю, армяне, грузины, кто угодно, короче, то есть никто не срался, не ругался, потому что, ну, как бы все хотели как-то выжить, вот, поэтому я знаю, что это такое, что такое труд руками, который мало кто ценит и так далее, и всем вам, кто хочет поменять свою жизнь с точки зрения материальной, я рекомендую, ребята, написать, я желание, не знаю, там, записать его, растворить в бокале шампанского, сожрать этот пепел, там, поджечь его и так далее, то есть я вам желаю, как бы, сделать так, чтобы в следующем году ваша жизнь поменялась, чтобы вы вышли на новый уровень в плане, ну, в плане денег в первую очередь, потому что для мужика это важно, то есть когда у тебя решен финансовый вопрос, тогда ты будешь уже думать о другом, о чем-то еще, потому что пока у тебя не решен финансовый вопрос, сложно, скажем так, думать о высоком, это то же самое, что вы пришли в гости к какому-то пианисту, вам жрать хочется, вы пришли, он вам рассказывает про раннего Шуберта, а вы говорите, слушай, а у тебя нет батонов случайно, чувак, вот, и именно по этой причине я считаю, что вам в первую очередь нужно решить вот этот финансовый вопрос, если у кого-то он не решен, я вам искренне желаю в новом году, ребят, я являюсь примером того, что можно из простого, задроченного, закомплексованного, да нельзя, какого-то зашуганного, с насранной головой парня из деревни, да, того самого рыжего ПТУшника, можно стать человеком, который, ну, я сейчас небогато живу, потому что все относительно, ну, который может себе позволить какие-то другие вещи, то есть можно поменять свою жизнь в корне, если это очень сильно захотеть, поэтому я вас всех, ребята, я сейчас завтра вас поздравлю обязательно, но я вас поздравляю с Новым Годом, я желаю вам в первую очередь тем, кто работает, но на простых работах, обычные люди, то есть такие же, как и я и в прошлом, и сейчас я им остаюсь, как бы я не выебывался, я желаю вам в следующем году поправить свое финансовое положение, стать лучше в плане денег, вырасти, вот, и как-то так, ребят, все реально, я сам проверял, я сам проверил, у меня есть еще, кроме меня, еще несколько человек других примеров, которые также вылезли, ну, скажем, в первую очередь внутри своей головы, вылезли на новый уровень, а потом уже все остальное дотянулось.